Торт из кабачков, манты с овощами, халва из гороха, желе с тыквой. Из доступных любому ингредиентов православные хозяюшки способны создать не только по-настоящему вкусное блюдо, но и оригинально его оформить. Пюре картофельное варится, грибы с луком жарятся, и потом слой картофеля, слой грибов с луком, и обкладывается вот корочка же. На фестивале сразу становится очевидным, насколько разнообразен и интересен постный стол. От простых, не менее вкусных блюд из моркови и кабачков до изысканных, таких как французский рыбный суп. Рыбный буябес с морепродуктами. Тоже очень вкусное блюдо постное. Здесь идут мити, креветки, кальмары и рыба разная. Готовится соус из белого вина и много специй – шафран, тимьян, перец тушистый. Второй Введенский фестиваль постной кухни, организованный Курганской епархией, собрал в этом году более 30 участников, каждый из которых представил не менее трех постных блюд. Фестиваль призван не только удивлять большими возможностями постной кухни, но и делиться рецептами, обмениваться опытом. С одной стороны, пост – это радостное время духовного обновления, а с другой стороны, пост – это время, когда хозяйки встают перед такими важными вопросами, а что кушать, что готовить для своей семьи. Вот, чтобы получить ответ на эти вопросы, у нас и организован вот этот фестиваль, Введенский фестиваль постной кухни. Праздник постной кухни украсили своими выступлениями мужской хор Богоявленского собора и детские творческие коллективы. Кроме этого, был проведен небольшой мастер-класс по быстрому приготовлению грибов. Несмотря на то, что я сама очень люблю готовить и умею это делать, я почту очень много нового для себя из этого. Буду готовить это с удовольствием. Ну и надеюсь на то, что в следующем году я все-таки сама сюда приду уже как участница. Оценивала блюдо компетентное жюри. После дегустации подведения итогов состоялось награждение лучших в каждой номинации. Дипломы и памятные подарки получили все участники фестиваля. Я ставила оценки лишь за то, кто смог просто сделать, не жирно, то есть постно и доступно для людей, потому что бабушки все с нашей небольшой пенсией, они могут на самом деле себе немного позволить, а приготовить очень вкусно и красиво могут. Очередной Введенский фестиваль постной кухни стал настоящим духовным праздником, который еще раз смог объединить людей и напомнить о наших исконно русских традициях. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии. Для информационного агентства Курганру.